В самом недалеком будущем, вероятно, самым популярным станет музей мерзости. К чему я это говорю? К тому, что патриарх Кирилл наградил пропагандиста Киселева орденом Сергея Радонежского в первой степени. Очаровательная картинка, иллюстрирующая это событие – фотография. Расположена у меня в телеграм-канале, вы можете полюбоваться на эти две хари. К чему я говорю про музей мерзости и про недалекое будущее? Вероятно, первое время очередь в музей мерзости напомнит те славные времена, когда москвичи выстраивались в самый первый Макдональдс в Москве. И этот ажиотаж, эта попытка проникнуть в музей мерзости будет абсолютно неудивительной. Экспозиция этого музея будет грандиозна. Помимо обязательных чучел Гундяева и Киселева, вот с этим орденом, они будут украшать экспозицию музея, помимо этих чучел, предстоящих на Амвоне, там будет множество чудесных экспонатов, там будет все. От тайного кружевного лифчика Милонова до того самого путинского чемоданчика. То есть будет все, чем прославилась самая позорная, кошмарная и абсурдная эпоха кремлевского упыря Владимира Путина. Конечно, Гундяев и Киселев не станут центральным артефактом музея. Им будет очень сложно конкурировать даже с заживо заспиртованной Машей Захаровой в огромной банке, не говоря уже о целом зале с драматическим и романтическим названием «Дума висящая» по сравнению с такими экспонатами, как «Череп Собчак». Тем не менее, если все-таки таксидермисты получат достаточно свежие тела и сработают аккуратно, то ни одна экскурсия мимо этой парочки Гундяев и Киселев не пройдет. Все будут останавливаться и разинув рот будут слушать. Конечно, ни дети, ни внуки нам не поверят, если мы будем пересказывать события всех этих дней, месяцев и лет своими словами, не подкрепляя никакими вещественными доказательствами. Так что этот музей необходим. Но, разумеется, непростой будет и судьба самого этого ордена, который был сегодня вручен. Вероятно, обмененный в «Голодный» для России «2026 год» на ведро кильки, этот орден затеряется где-то на просторах российских барахолок. Вся Россия превратится в барахолку. Он будет долго ходить по рукам, но все равно окажется рано или поздно в этом музее мерзости.